Как странно живут имена и весе. Оттуда из театра театра вместе с довольно трагическими событиями, как я их тогда переживал и переживаю сейчас, в этом предчувствии крови, которая накопилась в этом шарпе, на путях развала империи советской в 90-е годы. Вот на этих граних последний спектакль театра театра, там было и несколько, и об этом отдельный разговор, так и назывался «Окдавия». Мы взяли тогда, уже выходя из совсем подселки, мы оказались в жейке с дикими зверями московского авангарда и запустили такой трагический проект в форме акции, наполненной акцией и перформацией феерии, жертвовской феерии по текстам Сенуки и Троцкого. Сенуки, соответственно, это его гранитика «Онирония», который шел в фильм «Октавия». «Октавия» и эссе Троцкого, написанное в 24-м году, прямо после смерти Владимира Чайникова. Вот мы соединим два этих текста, наполнили их документальным материалом из жизни, тусовки, которую была на себя тогда Туня Смирнова, она была такой тусовкой. «Октавия» – тусовка. И рассказывали о предстоящем. Это был первый опыт обращения со временем в перспективе будущего как в настоящем. И рассказывали мы его трагически, там даже сжигали костюмы и так далее. И сейчас, через капу времени, после практически огромного периода, почти в 30 лет, я сам возвращаюсь к этой теме, к этим текстам совсем по-другому, в виде огромной оперы, которая, примерно, состоится в июле в Амстердаме, которая теперь называется «Октавия» – «Репарация». Вот так связаны времена, например. А дальше я опять развернулся, очень переживая это будущее, вполне практическое, а то настало и трясло. Все 93-е годы наше Отечество сотрясалось под воздействием этого развала. И кровь выкинулась, и все было. И осталось. А я ушел в сад вместе с прекрасной компанией уже моих учеников, которая так и называлась «Мир», «Мир-2». Мы оказались в саду, и Юрий Федорович, пройдя сквозь, совершенно гениальный образ, который мы предложили для Отталии, это перевернутая римская волчица, стоящая в центре кровавого земли, с осцами в виде гребенских башен. Но мы не сумеем иногда реализовать в полноте это сонографическое видение, но сам этот образ остался во мне и жил все 90-е годы. Сейчас, конечно, мы уже ушли в инфурию, облик того давнего спектакля, но волчица продолжает стоять за кровавой земли. В 90-е годы мы отправились в сад. Это был особый проект, который связан и с хором движением, придавшим нам возможность обратиться, по-новому обратиться с мифотворчеством, которым по-своему были пронизаны 80-е годы, там, на грамоте. Но здесь мы открыли внутри Чеховской пьесы, вершину в лесах, возможность для созидания мифа о садке, то есть о месте счастья, которое невозможно повыбить. Это был миф не о красоте, как обычно обращались к высоких интерпретациям мирового театра, режиссеры обращались с этим Чеховским текстом. Это был миф о саде, о неуничтоженном саде. Мы отправились в эту мифологию и остались там, для того, чтобы досконально пройти сквозь вот этот сад, во всех стадиях его, изучая глубинные излучины этого пространства. На протяжении 11 лет мы занимались одной лесой Чехова с потрясающей компанией людей. Это было пережито нами, как мы когда называли восемь генераций, мы вышли в девятую и в очень атаковременно с этими садами. Уже в нулевые годы. А садья, театры, театры, от всех тех невероятно насыщены разными скурениями периодов. Я буду показывать, рассказывать, и вы просто умеете познакомиться с этим в книгах в нашем своеобразном таком виде книжере, которое сопровождает этот проект. Сейчас будет второе издание, а первое было посвящено дневнике метрости. А вот сейчас второе будет второе основное решение проекта архивирования будущего, которое мы называем Галерием. И вот тогда, после сада, после метрости, после пауста первых редакций, после большой работы уже смерть, три с... После того, как я организовал лабораторию ангелической режиссуры на основании своего гетисовского курса, вот во всем этом, обилие работ, переживаний, действий, естественно, вот наступил момент, когда я понял, что я уже как бы показываю закрой театра. Именно в этот момент со мной встретился Гриша и предложил уйти в глубину Мерудаинского, по сути. И я принял это предложение Григория и отправился туда. У меня еще игрался спектакль на Буварской у Васильева, как бы подводящий итог, а потом оказался в каком-то смысле и переводящий нас спектакль мы делали вместе с Юрием, как и всегда создавал потрясающую сценографию к нему. Он назывался «Этот спектакль борясь о прямо стоящем человеке. Прямо стоящем». Это та самая позиция прямо стояния, которая была положена в основании ботмировской гимнастики. Открытый как бы получил Штайнер, в свое время получил импульс через ясноведение передал его графу фон Боттеру и тут открыл как бы исчезнувшую призрачную в этом смысле дофоральную в смысле коллекцию упражнений, более чем 36 упражнений, удивительную мистериальную мистериальную подчеркиваю гимнастику графа фон Боттера, в которой мне захотелось раскрыть как текст, и мы занимались этим вместе с лабораторией ангелической режиссуры, и именно в этом спектакле был пророжен путь к моему уходу из театра, именно их. Вот эта гимнастика дала возможность мне раскрыть повесть о прямо настоящем человеке, то есть об отношении человека и дворца, которое спрятано в иероглифах потрясающей красоты вот этих созданных или открытых пропущенных сквозь себя графом фон Боттером упражнений. И этот спектакль еще шел. Он шел на сцене поварской, принятой и отмеченной как подлинная красота театральная моим учителем Анатолием Александровичем Васильевым и поставлен он нами с Юрой на сцену поварской. мы еще конечно не понимали что в каком-то смысле он окажется последним спектаклем на этой сцене и больше там уже с благословения во всяком случае моего учителя ничего не появится. Тогда он шел но я для себя уже понимал это последний спектакль в театре вновь сделан. Мы встречаемся с Гришей и понимаем что мы не хотим делать никаких спектаклей мы хотим именно совершить медленное ничем не ангажированное путешествие в глубину священных текстов и конечно нам нужен проводник и Гриша предложил в образе проводника потрясающего Раби Раби Мейера Шлезингера выдающегося Равина который при этом удивительным образом очень внимательно и точно умел работать с Россией мы изучали сами изучали как мы оказались в таком проулке понимаете с одной стороны огромная не поддающаяся формулировка территория священного текста а с другой как бы казалось бы уже пройденная мной территория огромного города Тя и вот между находясь между двух этих на самом деле не сравним друг с другом но как бы соположено на территорию моей и Гришной во многом судьбы двух этих территорий вот мы оказались в этом проулке и вот там мы обнаружили нашу лабораторию лабораторию и началась работа она началась с того что мы взаимодействовали собственно с разными местами священного текста искали путь через паратив это был целый исследование оно у нас зафиксировано и я уверен что в какой-то момент я открою весь этот огромный первый и даже второй этап работы над вот этой вот в этом ракурсе работы со священными текстами и театр мы делали работы мы исследовали как и что происходит со священным текстом и с театром на территории их встречи это была практическая лаборатория которая получила для нас внутренний такой как бы жанр деятельности назвали это семинар репетиции и ничему не подчиняли обычно семинар подчинен поговариваю какой-то темы уже ясной а репетиция подчинена делами юб спектакля ни там ни там у нас не было этих окончаний не было этого целого со спиной и внутри меня раскладался опыт огромный опыт работы с садом в первую очередь где родилось понимание нового профессионального объема и направления театра и даже более того игр с темпоральной реакторностью и тому подобные вещи я даже это уже теоретически во многом выговорил это множество разного рода позиций но здесь я и там например существовало как обязательный момент новопрофессуальности проект запущенный в эволюцию то есть развитие у которого нет финала но здесь вот эта работа с бесконечностью текста отразившись в переживании бесконечности театра она придала новые значения постигнутому в предыдущий период как на территории и в социальной моей жизни и там подобных вещей так и в методологическом смысле в какой-то момент мы с Гришей поняли что требуется обмен и то что накапливалось а это несколько лет происходило или нет это ну в общем то что накапливалось в аналог потребовало выйти за пределы нашей работе и мы придумали форму которая называлась международной семинар и даже тему выделили тема родилась из одного высказывания Анатолия Васильева как бы отзыва Гриша собирался с ним говорить о еврейском театре о направлении исследований связанных с Торой а Васильев сказал зачем евреям театр если у них есть Тор прекрасная фраза и мы решили эту фразу сделать первым первой темой международного семинара на который пригласили равинов еврейские театры которые работали со священными тексты и так и сделали так и поступили под Москвой по-моему в 2002 или 2003 или 2004 даже в 2004 в 2004 году то есть через два года как раз интересно что АЛАР то есть лаборатория отменической режиссу или спектакль поездят все еще жив на Поварской мы им открыли международный семинар и отправились дальше под Москву в наш первый вот такой широкий круг общения где мы в результате эта поверхность не более чем образовали международную ассоциацию еврейских театров что-то такое мы там сделали вот и именно интересующиеся эти проблемы театра священными текстами и родилась очень интересная форма родилась в ней принимали участие самые разные люди надо признаться что и лаборатория состояло естественно большинство участников лаборатории вообще имели косвенное отношение к лабораториям среди нас были христиане о национальностях я уже не говорю там был цены раз национальности были буддисты были люди неопределившиеся и так далее и вся вот эта вот огромная общинная смесь национальностях неопределившиеся ни в коем случае не потревожены какой-либо партийностью и какими какими-либо формами идеологии ничем не были потревожены и так вот развиваются и именно сюда приехала потрясающая группа раввинов из Израиля которые с удивлением и удовольствием восприняли всю стихию и интереса прекрасно там расположились и одарили нас потрясающей глубиной восприятия театра глубиной восприятия текста изысканностью и невероятным явлением который проливался во всех сферах общения коммуникации все это было прекрасно и в моем сердце продолжает жить как одно из огромных потрясений в моей личной жизни а лаборатория продолжалась мы сделали то что назвали диаспорической симфонией то есть мы отправились в глубину каждого из нас и достали оттуда документацию внутренней жизни людей соединяя это по пути с некоторыми отдельными фрагментами священных текстов вот так же ни на что не претендуя в виде формы формы тем более законченного спектакля показывали ее уже на второй на втором международном семинаре перевалили в третий международный семинар постепенно еще из одного проекта Гришнова который был связан с изданием лучших пьес еврейских на русском языке в числе этих пьес Сыда Шадон переведет замечательный кстати перевод Галина знаменитая часть его трилогии а вторая и третья стать меня переведена а это трилогия причем потрясающая я знаком с его пересказанное отдельным фрагментом который мне резусно переводил а в принципе вот первая часть это знаменитая его пьеса Галина которую даже в мюзик в свое время на Бродвее превратили то есть она как бы по полной послужила развитию мирового текста вот и мы потихонечку переместились из отношения со священными текстами и это важный вывод туда уже в некое опосредованное прекрасное сознание выдающегося драматурга и одновременно с этим грандиозной легендой которую он взял за основу о колене мы знакомы через Майлинга с Галем а на самом деле ГЛМ это корень на иврите обоснащающий необработанный материал необработанный болван ГЛМ и конечно глубина самой этого образа этой легенды уходит в самые корни если можно так выразиться иударизма мы даже ездили специально в Иерусалим общались с знатоками текстов с знатоками этого маршрута коленического в глубинах истории иудаизма это обогатило очень серьезно нас и попало в какие-то наши глубины нашего отношения с текстом и в конечном итоге конечно же мы вышли за пределы легенды и стали слышать в этом какие-то глубинные основания стержневого характера мы работали над текстом вначале очень подробно пытаясь не выходить за его границы но это у нас не очень получилось мы стали выходить и выходить выходить и выходить за границы этого прекрасного текста и вот там на этом исходе из текста стало рождаться впервые неожиданно для нас совсем еще не ясная но совсем непредставимая в априорном каких-то таких вот переживаниях и замыслах форма форма жизни театра которую постепенно я назвал нет то есть что такое нет это новый еврейский театр это не новый европейский театр это не сеть и это название сопровождается таким жестом извини нет в этот момент перевязываются все связи как бы с предыдущим театром вот это самое нет и есть новый еврейский театр и оказалось что в этом новом еврейском театре формируется новое отношение между например спектаклем и текст оказалось что это не из текста рождается спектакль а вот поверьте мне и мы сегодняшний вечер во многом окажется посвященном этому простому вот смыслу а из спектакля рождается текст я вдруг вместе с Гришей со всей нашей прекрасной компанией лабора лабора торца вот мы это обнаружили одновременно с этим над всем этим поднялся вот тот самый неизвестный автор сада который был еще в саду вновь обнаружен с ним какой-то начался контакт а здесь контакт скажу так неприлично зашкаливал и вот этот неизвестный автор это же конечно не книга Бориса Юханата это хитрый пиаровский ход чтобы привлечь людей на громкой но в принципе для меня лично уже мало что означает вообще имя Борис Юханата понимаете вот в нарциссический поет человек может отправляться когда он по своему поводу уже успокоится когда он освещает себя холодным или там горячей частью пейзажа понимаете общим пейзажем со мной это точно уже произошло поэтому я не парюсь по этому вопросу но так или иначе неизвестный автор который уже стал приобретать черты для островца естественно вот он перевернул отношения тексты спектакля и помог и собственно определил вот эту основную позицию уже рождающегося некого по-новому нами переживаемого целого целого который так и звучит для нас в такой формуле но формула не всегда меньше того на что они указывают спектакль пишет для себя хиз потом прошло еще целый ряд времени целый ряд этапов и наконец сегодня выходит вот эта коробка прекрасно созданная в которой вот 7 дней зафиксированы в кузике книжечках я бы не говорил что это издание в 8 томах это издание в 7 книжицах и одной книжке я бы так это сформулировал вот эти 7 книжиц в которых вот опыт огромной работы нашей уже фиксирует написан спектакля здесь есть определенного рода радость что мы можем эту пьесу вот в такой коробке взять и поставить положить на стол и предоставить чтение восприятие взаимодействию с пьесой какой бы характер это взаимодействие не приняло в будущем это большая радость и заслуга всех здесь присутствующих людей Ники которая вместе с нами прошла весь этот путь Гриши о котором я только начал рассказывать потому что потом когда лаборатория сделав цикл и совершив работу живую работу над Големом она продолжилась мне пришлось уйти взяв на себя нагрузку создания электротеатра а Гриша продолжил движение внутри лаборатории взяв иные тексты и это был как бы уже второй вторая стадия жизни лаборатории вместе с улей который неожиданным образом но как вы понимаете нет никаких неожиданностей на тех путях по которым мы отправились путешествия с глубиной иудаизма однажды мы оказались где-то под Москвой и Ури сам об этом прекрасно рассказывает и вот в такой арсенальном принципе показывали наши работы лабораторные среди тех кто увидел это был Ури и произошла встреча потому что навстречу к нам вышел человек давно думающий о множестве тех принципов с которыми мы возились тоже писали он поделился с нами потрясающей историей и структурами талмудических построений и различил что мы собственно являемся новым еврейским театром собственно это различил Ури а не мы сами и благодаря его различению вот этому взгляду глубине подхода который он подарил и нам уже в нашем каком-то общении в Иерусалиме родился термин птих арт об этом термине я вообще об этой истории надеюсь что я расскажу а Юра я уже завершаю свою простите долгую речь а Юрочка как это всегда с ним бывает очень точно вошел очень правильно услышал пейзаж и свойства уже зарождающегося спектакля как всегда опередил его форму мы еще не доросли до нее и сумели воплотить малую часть того что Юра предложил естественно были не только костюмы но и пространство и так далее и так далее и все это нас поджидает в будущем Гришечка я хочу сейчас попросить сказать несколько слов и потом мы отправим этот микрофон кустам нашим друзей добрый вечер есть есть у меня одна спекуляция сегодняшний день это праздник швол ну как сегодня еще нет завтра да ладно я стал спекуляцией а ты мне подвязаешь спекуляцией что вот день дарования книги день дарования тора по-моему его прекрасно отмечают мы готовимся мы даруем как книжицы да вот и мне кажется что это правильно вот кроме того я не знаю говорить не хочется я хочу сказать что есть вторая спекуляция это расположение людей за этим столом на самом деле должна сидеть половина зала просто если мы сели правильно то тогда пустые места было неловко а на самом деле здесь множество людей которые вот это все путешествие с нами прошли которые работа которых в этой книге собрано слава цепинский это Егор Моисеев Андрей Островский слава Егор Андруш Островский там слава я здесь виду кто-то задний слава цепинский Андрей Мильянов кто еще кого Саша Новицкий конечно Маша Монакова привет Маша Диана Каратута которая пролежающая часть очень помогала Егор Ника Игорь Боря Боря да вот если я кого-то не назвал это Саша Белоусов и вот я считаю что это слово арт община но на самом деле оно наверное самое ценное в этом проекте то что ну не знаю что ценнее что нет но это да это какая-то большая важная для меня была вещь именно то что мы умудрились каким-то образом вместе это делать при этом собачься но не пособачившись ругаясь но не разругавшись и и что есть у этого такая книжка всего спасибо это это вот о чем очень важно сокровенно говорит Гриша это та самая общность которую очень трудно достичь вообще во время и когда она достигается возникает возникает удивительные вещи удивительные они они до сих пор меня составляют как сказать концентрироваться на местности которые мне кажется до сих пор не растают не пройдет мною сами я все время вступая в нее вместе с этим проектом вот архивирование будущего сейчас вступаю в эти местности я вижу что они пройдены они пройдены казалось бы артикулированы но до конца еще не поняты то есть все это именно располагается в будущем и это даже не синергия это не просто вот ансамбль как в свое время символисты там они говорили соборность Станиславский говорил ансамбль нет это что-то совсем другое арт-община это что-то совсем другое еще не выясненная на самом деле культуры театральной нашей и поджидающая в будущем эту самую нашу театральную культуру а теперь я хотел бы передать микрофон Ури здравствуйте я как раз могу очень долго говорить поэтому вы остановите меня если что-то начну я с действительно вот рассказа прискоро мы занимаемся такой своего рода историей с рассказа о том как мы встретились с лабораторией я некоторое время довольно долго я работал в искусстве штинзайцев там существовали разные образовательные программы раф один штинзайц один из таких очень известных новинов переводчик талмуда популяризатор талмуда тот гарсонамейского но не важно с какого тот вот и все но в общем действительно очень крупная величина и очень известный рамид дай бог ему здоровья у него вот такой вот институт сегодня существует сегодня правда его нет на русском языке но долгое время существовал институт на русском языке который занимался соответственно популяризацией иудаизма образовательной программой программой под названием байт или мидраж и что-то это при этом надо сказать что моя встреча с иудаизмом не буду ее описывать она на самом деле сложная дело в том что с моей точки зрения иудаизм скрывает в себе очень большой потенциал универсального несмотря на свои партикулярности который на самом деле этот потенциал до сих пор не раскрыт и в самой еврейской традиции не очень отрефлексирован и нуждается как бы в этой рефлексии дело в том что с моей точки зрения иудаизм это такой очень замечательно амбициозный проект который направлен если коротко говорить на становление особого типа человека на человека который находится все время в становлении и вот этот режим режим становления это на самом деле очень сложная штука даже тогда когда ты понимаешь и имеешь опыт фрагментарных каких-то озарений того что ты вроде бы в этот режим вошел и ты в нем находишься и ты действительно превращаешься во что-то большее чем ты есть тем не менее превратить его в тотальность практически не удается потому что любой формат который ты для себя открываешь он тебя немедленно присваивает он тебя немедленно захватывает и ты оказываешься обслуживающим уже не становящийся а обслуживающим этот формат человека и вот иудаизм в себе содержит определенные механизмы которые позволяют этот формат все время остранять преодолевать себя самого разоблачать как залипшего на не становлении и заново становиться так по крайней мере я его вижу и мне кажется что по крайней мере это магический иудаизм он таким является и в этом смысле регулярная жизнь еврея тем более образовательные программы которые направлены на популяризацию они превращаются чаще всего как и вообще все идеологические программы ну в такие фашистские лагеря подготовки каких-то десантников я даже не сказал но каких-то функционеров на самом деле да то есть людей которые занимаются как бы непонятно чем как бы к чему-то вроде бы приобщиться это как бы оно очень важно потому что все эти формы они очень легко можно сменить можно сменить мундир партийного работника коммунистической партии на мундир партийного работника иудейской армии и так далее то есть этих армий у нас много очень они все время меняются появляются новые каждый из нас вступает в них иногда выступает скажущим с ним установлением немедленно залипает получает парт-билет той первой партии и дальше продолжает свою жизнь уже под этом режиме и вот жизнь как бы на этих семинарах для меня была всегда немножко тягостной это не о ваших семинарах а на семинарах вот в которых я участвовал семинарах по образованию людей которые решили стать активистами еврейских жизни так и называется собой ну плачевно немножко смотреть хотя я делал все что мог подавал как-то тоже имея видимо свой какой-то партийный билет и вот в таком режиме который являлся на самом деле я его называю таким режимом тумана такого то есть мы же вообще так говорим вот в этом тумане вроде все нормально все хорошо все как бы все течет по накатурам кто получает зарплату кто-то выполняет свои роли эти приехали свои роли исполнить в общем все хорошо и вот однажды на одном из этих семинаров поскольку наш инстуал стал двигаться в сторону неформального образования возникла идея не знаю что он наш логон возник лабораторию чтобы развлечь людей потому что есть культурная программа у этого семинара и вечерком может быть ребята покажут сказку например про отрывание Торы про Абрама Исаака ну что-то такое и участники семинара вдохновятся поаплодируют и вот втроенные пойдут спать и вот значит он был заказан я помню очень долгий разговор по поводу того какую машину можно заказать заказали самую дешевую машину это был какой-то такой пазик да пазик по-моему выпуск 43-го года примерно и на вот этом пазике в течение многих часов поскольку он ехал очень митинно приехала значит это бригада театральная для развлечения участника в семинарах там был не очень хороший зал с пыльным габаритом таким расположились все эти люди ну расположились смотреть что-то еврейское и то, что они увидели их ошеломило и вот этот туман рассеялся то есть тот туман в котором мы все пребывали на этом семинаре он рассеялся для всех для всех по-разному правда то есть люди негодовали многие вскакивали кто-то краснел кто-то пледнел сам организатор наш Дуди Палант поскольку решил не участвовать в этом он не знал что происходит и как бы считал что так все идет как надо а шло совсем не как надо потому что люди были ну просто в шоке то есть они ничего подобного не увидели Борис Юрьевич после видя реакцию зала после этого их еще и как-то читал серьезно за толстокожость и восприимчивость в общем отшлепанные они вместо спокойной удовлетворенности ушли в сильном дне а то что я увидел я увидел как раз то о чем я говорю это становление то есть это очевидно совершенно образом это была реализация становления вот здесь и сейчас не приготовленное представление не исполнение каких-то па па или фигур или еще чего-то не что-то что дается для того чтобы развлечь или завлечь вообще ни для чего это просто становление которое происходило вот здесь и сейчас и как бы увидев это я понял что собственно говоря это есть вообще-то говоря нерв того что я называю иудаизмом то есть к этому вот вся эта арт община и собственно говоря само понятие община здесь тоже не случайно потому что вообще-то говоря иудаизм тоже направлен на общину это формирование это становление которое происходит внутри общины и удивительным образом по-видимому просто трудно здесь объяснить почему так происходит люди которые ничего не знали о иудаизме которые просто открыли тексты ну просто открыть тексты как-то вы понимаете да вот я открываю и понешали и что ну ничего ну какие-то замечательные тексты понешали и что мне от этого то есть это дело не вне имптекста в каком-то смысле а дело видимо в каком-то импульсе который наверное возникает именно как своего рода жажда этого самовосстановления то есть по сути дела это собралась компания людей которые были одержимы вот этим импульсом становления то есть самовозвышение преодоление самих себя как это происходит опять же я не знаю это загадка но как или иначе этот проект который в каком-то смысле начинался с в такой области некомпетенции полной оказался гораздо более близким к иудаизму чем все те семинары по иудаизму в которых я участвовал чем все те образовательные программы в которых я участвовал чем все что происходит и сегодня в том числе я извиняюсь перед иудаизмами все это не имеет прямого отношения к иудаизму а вот этот проект как ни странно несмотря опять же на аморф благодаря тому что это была компания совершенно разных людей и иудаизм вообще-то это я в своей вилке имеете это пик и национальный проект как я уже сказал амниверсальный неожиданным образом именно так вот этот нерв иудаизма был свачен и сам проект удивительным образом двигался по примерно тем законам по которым возглавился иудаизм собственно говоря то что мы имеем сейчас как результат пьесы написанной спектаклем это в каком-то смысле тоже отвечает к тому что происходит в иудаизме с таким понятием как устные торы то есть устная тора это корреляция и вот этого самого священного текста и действительности и на самом деле эта устная тора вообще-то говоря она не должна быть записана но в каком-то смысле это и есть некое действие некое действие которое направлено одновременно на становление и понимание то есть действие которое не обеспечено пониманием стоящим сзади а обеспечено устремлением пониманием которое оказывается перспективой этого действия это особого рода действие когда я не знаю что мне делать я делаю для того чтобы узнать что мне делать вот такой рода тип действия он характерен как раз для иудейской традиции умничной и вот эта самая устная тора по сути дела является В каком-то смысле той самой пьесы, которую пишут и у идеи действуют я. Правда, эта пьеса не должна была быть написана, и поэтому для меня, например, само это событие фиксации, оно, конечно, очень радостное и замечательное, но в том числе оно не болит. То есть оно в каком-то смысле трагическое, оно свидетельствует о определенном роде завершении проекта, ну не по крайней мере, а про определенные его статьи. Так же, как запись «Узной Торы» — это, в общем, драматическое событие в еврейской культуре, которое с собой повлекло затем целый ряд каких-то сложностей и новых этапов.